Музыка всегда была неотъемлемой частью жизни Андрея Стрельцова. По его словам, желание попробовать себя в пении у него появилось, когда он услышал по телевизору песню Муслима Магаваева в исполнении маленького мальчика. Тогда Андрея задался вопросом, если он может, почему не могу я? С этого момента молодой человек решил заняться пением профессионально. Это была песня «О море-море». Оказалось, я ее раньше слушал. Ее пел Муслим Магаваев, он ее написал, и музыку, и слова. И я думаю, а как же мальчик маленький, он поет, у него получается. А я тут взрослый смотрю на него, а я что, не могу что ли? Я тоже хочу. И вот с этого, я помню этот момент, с этого и началось. После школы Андрей поступил в Нижегородское музыкальное училище имени Балакирева, где приобрел неоценимый опыт, который помог ему поступить в Санкт-Петербургскую Государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Выходишь на сцену, задний ряд сидит полностью в жюри. Конечно, это волнительно, там все профессионалы. Ошибиться нет шанса, иначе ты пролетишь. Потому что там конкурс большой, было 140 человек. После первого тура осталось 40. По словам первого преподавателя Андрея по вокалу Ирины Оськиной, в пении важен талант. Но это не главное. Она считает, что это сложное искусство. И здесь очень важно не только трудолюбие, но и искреннее желание научиться петь. Все взаимосвязано, вот в параллеле, и труд, и талант. И всегда я говорю, если природа есть, то и есть труд, то это будет очень хороший союз, который поможет в дальнейшем определиться юному человеку в выборе профессии. Если ваш ребенок хочет петь и готов учиться, то преподаватели детской школы искусств ждут его на своих занятиях. Возможно, в будущем он станет популярным певцом или актером театра. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.